Привет фанаты конкурса Евровидения. Сегодня у нас 5 мая, я приехал на станцию Левобережная и сегодняшний день я хочу посвятить именно этому конкурсу. Сегодня мы с вами побываем на официальной фан-зоне на Майдане Независимости, а также на Левобережной. Сейчас я вам покажу, как Киев готов принимать туристов и вообще, как выглядят самые основные части Киева, в которых точно будут туристы. В общем, блог должен получиться интересным. Я сам еще ничего не видел, сейчас посмотрим и оценим. Вот, иду я по Левобережной и знаете, она полностью изменилась, скажем, зимы. Когда я здесь был в феврале или даже в марте, она выглядела совершенно по-другому. Сегодня это очень красивая станция метро, которая достойно сможет принять туристов и они не будут разочарованы, ведь выглядит все действительно по-европейски. Лично мне нравится этот порядок и дизайн, который выбрали дизайнеры, собственно. В общем, очень хорошо выглядит станция и я очень рад, что именно к Евровидению они успели это все отреставрировать, ведь осталось всего 4 дня до первого полуфинала и сегодня уже выглядит все, я думаю, как окончательный вариант. Правда, еще мелкие работы все же ведутся, но их уже не так много. Посмотрите, какая удобная лестница, которая ведет КМВЦ. Здесь не очень высокий подъем и существует тропинка для людей с ограниченными возможностями. То есть на коляске вы сможете доехать до МВЦ, где у вас наверняка есть билет на Евровидение 2017. Мы с вами уже почти дошли КМВЦ, посмотрите, что за моей спиной. Это Международный выставочный центр. Именно здесь пройдет первый, второй полуфинал, также большой финал, который состоится 13 мая. Сегодня здесь проходят репетиции, участники всех стран уже приехали в Украину и сегодня, 5 мая, начинают свои репетиции страны большой пятерки. То есть Испания, Италия, Великобритания, Германия, Украина и, наверное, кого-то забыл, да, скорее всего. В общем, не суть, важно. Как я вижу, впереди меня ждет забор, то есть я не пройду вперед. Ну, так я там могу поснимать, да, красиво все выглядит. Я еще хотел с вами зайти в Новус, чтобы показать символику, которую продают там. Там очень много различной атрибутики. Сейчас я вам все покажу. Так, меня могла сбить машина, потому что я с вами. Но этого не случилось и слава богу. Это продуктовый магазин Новус. Он является дистрибьютором атрибутики к Евровидению. Во всей сети этих продуктовых магазинов вы можете с легкостью найти атрибутику с конкурсом, приобрести, посмотреть, ну и сделать еще что-то с ней. Ну, я не знаю что. Сейчас я сюда зайду и посмотрим, изменилось ли тут что-нибудь. Попонялся ли я ассортимент, или все так же скучно и осталось. Пополнение, конечно, ощутимо с тех пор, когда мы с вами здесь были последний раз. Но ничего нового не появилось. Просто расширился ассортимент. Имею в виду, что один тот же товар. Если раньше он был в копиях примерно по 3-5 штук, то теперь штук так 50 в каждой футболке. Это здорово. Также широкий ассортимент чашек, правда, они всего в двух версиях. С вот таким логотипом и с вот таким шариком. Новос меня не удивил и не порадовал ничем новым. Ассортимент не увеличился и вряд ли будут новые поставки. Конкурс уже совсем скоро начнется. И уже, скорее всего, ничего нового на прилавках не появится. Но мы еще с вами побываем на Майдане независимости в официальной фан-зоне. И, возможно, там есть какая-то эксклюзивная атрибутика, которая продается исключительно на территории Евровиджио Виллэдж. Конечно, МВЦ выглядит просто здоровски. Он обтянут в символику, везде надписки Евровиденди, и очень много людей, которые являются частью этого большого события. У всех есть аккредитация, кроме меня, но об этом я вам уже говорил и плакался. Но ничего. Сейчас я обойду МВЦ, и мы с вами посмотрим, знаете на что? На причал речного трамвайчика. Да, речной трамвай, он будет ездить с станции метро Почтовая площадь через Днепр доставлять туристов к МВЦ на Левобережную. Сейчас мы посмотрим, как выглядит парк, как выглядит этот речной трамвайчик и причал. В общем, я там еще вообще ни разу не был в своей жизни, оттуда вообще ни разу не ездил. И для меня это будет большое открытие. Я не знаю, с чем сравнивать, потому что я не знаю, как оно выглядело раньше. Но посмотрим. Кстати, возможно, вы у нас спросите, Вова, почему у тебя нет аккредитации? В чем за такой особенный? Дело в том, что я даже не подавал заявку на аккредитацию, потому что я не знал, как это все работает. Мне никто не объяснил. Да и вообще, почему мне должен кто-то это объяснять? В общем, неделю назад, когда я спохватился, решил узнать о аккредитации, мне сказали, что уже поздно. Максимум надо было подавать до 2 апреля. Так что я опоздал с этим, и я, к сожалению, не по ту сторону забора, а по эту и просто иду. Ого, смотрите, какой это автобус Евровидения. Видите, символика. Здорово, наверное, какие-то участники приехали в МВЦ вон туда. Но я просто иду. Раз уж это все-таки влог, и чтобы сделать его более вложенным, я расскажу о том, что сейчас происходит вокруг меня. Сегодня в Киеве очень хорошая погода, ясное солнце, и температура примерно градусов 28, может быть, даже 30. В общем, солнце очень хорошо печет, и ветра почти нет. Примерно такая же погода будет и во время Евровидения. Правда, обещали, что уже через несколько дней температура понизится до 8 градусов тепла. Но я что-то сомневаюсь в этом. Но вообще погода в Киеве очень разная, и в один день может быть 30, в другой 8. В общем, это никак нельзя предугадать. Сзади меня МВЦ, так что вы можете меня не слушать, а смотреть на Международный выставочный центр. Я все еще иду к этому долгожданному причалу. Там должны быть красивые лавочки, скамеечки, красивая зона отдыха. В общем, мне прям не терпится посмотреть на это, но я не знаю, куда мне нужно идти. И тут вроде бы нет ничего такого, так что я не знаю, куда поворачивать, чтобы попасть именно туда. Конечно, забором ограждено очень много пространства. Помимо МВЦ, очень большая зона закрыта забором, в которую нельзя просто попасть без аккредитации. Поэтому мне приходится обходить очень много места. Но мне кажется, что я уже вдалеке вижу Днепр. Вам его показывать не буду, все равно не увидите, потому что GoPro очень сильно отдаляет пространство. И для вас он будет еще дальше, чем для меня. Тут очень много милиции, но оно и понятно, ведь приезжаются совершенно разные иностранцы, и украинцы могут не так отреагировать на некоторые вещи. Так, я уже вижу вот такие, видите, фонарики. Вот, они очень странной формы. Знаете, я уже где-то близко. Мне кажется, что этот парк должен где-то начаться. Смотрите, эта дорога также ограждена милицией. То есть просто так туда не приехать и не пройти без аккредитации. Вот опять эта аккредитация, как она мне надоелась за сегодня. Я все-таки нашел это место спустя минут 15. Я сюда попал. Вон там Днепр. А это дорожка, которая ведет наверняка к речному вокзалу. Или нет. Сейчас надо спуститься вниз, чтобы вам показать, как это выглядит возле Днепра. Потом уже пройдемся по вершине. Так, сейчас найду дорожку и сверну ближе к воде. Здесь также проходят какие-то строительные работы, строят новые небоскребы. Их почему-то тканью решили не завешивать, но это их дело. Пускай, в принципе, их туристы не особо-то и видят. Они не очень мешают общему восприятию этого места. Как я понимаю, эта зона отдыха с видом на Днепр мне не очень нравится. За свое мнение напишите в комментарии под этим видео. Пойдемте смотреть, что есть еще интересного в этом новом парке. Вот гуляя по этому парку и представляю, что еще несколько месяцев назад здесь был просто обычный пустырь. Не было ни дорожек, ни сиденья, ничего не было. И вот специально для Евровидения, для иностранных гостей и просто для гостей столицы был сооружен этот парк и, собственно, речной вокзальчик, который будет сюда привозить туриста с правого берега на левый. Уже сегодня здесь полностью все построено, отреставрировано и открыто для общего посещения. Здесь гуляют родители с детьми, также проводят хорошо время собачники и кошатники, гуляют со своими животными, ну и просто люди, которые вышли сюда подышать свежим воздухом или искупаться в Днепре. Он, кстати, находится прям очень близко к этому парку. Этот парк можно даже назвать какой-то набережной или даже можно посетить церковь, которая вот, собственно, находится за моей спиной и тротуар ведет именно к ее входу. Так что, наверное, летом здесь будет не очень комфортно. И также здесь нету деревьев, то есть они возле Днепра есть, но в самом парке их, к сожалению, не так много и летом солнце будет просто испекать тебя полностью. Так что, летом, наверное, это не очень идеальный случай, чтобы гулять по этому парку. Мне он понравился, но какой-то еще не совсем доделан. Вот посадить сюда пару деревень и сделать более уютно, тогда будет все идеально. Но сегодня, к сожалению, нет. Вроде бы я вам все показал в этом парке и знаете, куда я иду? Вон туда прямо, к МВЦ. Интересно, туда можно будет пройти без аккредитации и особого пропуска или нет? В общем, сейчас я это проверю. Надеюсь, что все-таки вход будет открыт и я смогу вам показать МВЦ более детально и сблизи. Надеюсь, у меня это выйдет. Если нет, извините. Как мне кажется, я подошел просто максимально близко, насколько это возможно, к МВЦ. Здесь вы видите, что уже вход полностью затянут, тем более, к Евровиде 2017. Уже много рекламы непосредственно на само МВЦ. И на Международном выставочном центре, где пройдут, как я вам уже говорил, второй, первый полуфинал, также финал. Вот как это выглядит. Здесь будет обыск, то есть металлоискатели и обыск сумочек, если это будет необходимо. В целом, мне понравилось Левобережное и понравилось, как обустроили зону возле МВЦ. Также красивый парк получился. В общем, я от сегодняшней прогулки остался полностью доволен. Мне понравилось, как это все сделали и как это выглядит сегодня. К сожалению, на Майдан Независимости я сегодня не поеду, поэтому прощаемся с вами вот прямо сейчас. Большое спасибо, что посмотрели этот влог. Если вам нравится такой формат моих влогов на тему конкурса, дайте мне об этом знать. Поставьте палец вверх или напишите в комментарии, и я продолжу снимать такие видео на тему Евровидения. В любом случае, увидимся с вами уже завтра на моем канале, если вы на него подписались. Завтра будет очень классное видео. Я поеду на Майдан Независимости в фан-зону, где будет происходить большой концерт со странами-участниц. Там будет Чехия, Швеция и другие страны. Должно быть очень интересно, так что увидимся с вами завтра на моем канале. Спасибо за просмотр и пока-пока.